Девушки отдыхают Девушки отдыхают В поселке Затон продолжаются восстановительные работы. Сегодня самосвалы вновь возили грунт и щебень в подтопленные территории. Практически все рейсы были сделаны на улицу Якорную. Она ведет прямо к острову Шубинскому, на котором располагается средняя школа, а пролегает вдоль русла протоки. Якорная одной из первых приняла на себя удар стихии и практически полностью была размыта. Чтобы восстановить дорожное полотно, вчера и сегодня дорожники завезли сюда около 50 самосвалов крупного щебня. Но не только Якорной занимались дорожные службы последние дни. На минувшей неделе работы шли на Бобровской, Затонской и Озерной, где наблюдались большие промоины. А отсыпать улицу Заобскую помогли и сами жители Затона. Напомним, в конце июня специальная комиссия из представителей власти произвела смотр микрорайона на предмет восстановления дорожного полотна, выявив ряд улиц с грунтовой дорогой, требующих отсыпки грунтом и щебня. На минувшей неделе 245 тонн грунта ушло на отсыпку аварийных мест дорожного полотна по улицам Затонской, Бобровской, Озерной и 10 тонн щебня на восстановление дорожного полотна по улице Заобской. В дальнейшем планируется восстановление других поврежденных участков дорог в микрорайоне Затон. В настоящее время ведется подготовка к проектной смертной документации. Продолжим. Совет Федерации одобрил закон о реформировании системы ОСАГО. С 1 октября этого года компенсации за ущерб автомобилю увеличиваются более чем в три раза со 120 до 400 тысяч рублей. Страховые выплаты за причинение вреда жизни и здоровью пострадавшего тоже значительно вырастут. Правда, автовладельцы не спешат радоваться. Страховщики будут компенсировать возросшие расходы за их счет. Полисы ОСАГО подорожают на 20%. Кто останется в плюсе, страховые компании или неудачливые водители, мы попытались выяснить в следующем сюжете. Уже третью неделю автомобилист Сергей Соснин пешеход. В аварии его машина лишилась половины кузова. УАЗ снес две двери, заднее и переднее крылья повредил порог и оторвал литые диски. Аварийный комиссариат признал Соснина пострадавшим. Страховая компания оценила ущерб и выплатила 20 тысяч рублей. Я на следующий день после их оценки поехал в независимую экспертизу. Отдал за независимую экспертизу я 5 тысяч рублей. Мне оценили эксперты в повреждении моего автомобиля, если без учета износов 128 тысяч рублей. Ну, с учетом того, как автомобиль старый, вышло около 50. Маленькая сумма выплат объясняется тем, что страховщики посчитали максимальный износ деталей пострадавшего авто 80%. Компенсировали, соответственно, стоимость оставшихся 20. Страховые выплаты не покрыли даже стоимости запчастей. За ремонт старенькой машины Сергей из собственного кармана доплатил около 30 тысяч. Эти деньги он собирается взыскать со страховой компании уже через суд. Когда они выплачивают мне страховку, да, они вычитают износ автомобиля, износ деталей и так далее и тому подобное. Почему тогда по справедливости, когда я страхую автомобиль, допустим, они мне насчитали 7 тысяч, грубо говоря, да, ну 6-800, грубо говоря, 7. Они не вычитают из этих семи то, что у меня автомобиль старый. Если бы поправки в норму Абасага вступили в силу сейчас, Соснин получил бы значительно большую сумму. Спорный момент оценки изношенности деталей в новом законе будет трактоваться в пользу автовладельцев. Теперь минимальная компенсация должна быть не меньше половины стоимости новых запчастей. Кроме того, срок выплат сократится с 30 до 20 дней. Значительно вырос и процент неустойки при несвоевременном переводе средств в пострадавшей стороне. Впрочем, изменится и стоимость полиса Асага. В связи с тем, что цены постоянно растут на те же запчасти, на средневные сдержки, поэтому будет принято решение, скорее всего, о повышении стоимости Асага от 19 до 23 процентов. Но все в кулуарах говорят, что процентов 20 повысится тарифы. Правительство поддержало инициативу с повышением тарифов, опасаясь, как заявляется, банкротства страховых компаний. Еще один шаг им навстречу. С сентября взыскать убытки можно будет только через своего страховщика. Обратиться за компенсацией к гаранту виновника аварии уже не удастся. Значит, у пострадавших пропадает возможность требовать большую сумму с крупного игрока страхового рынка, застраховавшись в мелкой компании за сравнительно небольшие деньги. Сейчас выбор пока есть. Ну, соответственно, те, кто в ближайший месяц обратится за страховым возмещением, этот выбор будет еще иметь. Ориентировочный месяц. Эксперты называют новый закон компромиссным. На бумаге он учитывает интересы и автовладельцев, и страховых компаний. Сами страховщики, повышая стоимость полисов, готовы делать скидки. Правда, рассчитывать на них смогут только постоянные клиенты. Отдельный бонус полагается за безаварийную езду. Александр Лансков, Маруся Загорская и Павел Лауронин. Информационный канал «Город». В Барнауле клещей нет, заявляют специалисты Роспотребнадзора. Сейчас в Крае отмечается спад активности насекомых. Однако пренебрегать правилами безопасности не стоит. Репелленты, правильная одежда, регулярные осмотры. Эксперты по-прежнему советуют этим не пренебрегать. Подробнее об этом и других новостях расскажет Лариса Куренкова. За минувшие 7 дней в поликлинике Края с жалобами на присасывание клещей обратились более 130 человек. Почти на сотню меньше, чем недели ранее. Среди пострадавших есть и барнаульцы. Вероятность укусов, говорят специалисты, остается в течение всего теплого времени года. Но сейчас наблюдается спад активности насекомых. Например, по исследованиям, проведенным в краевой столице в оздоровительных лагерях, парках, зеленых зонах, клещей не обнаружено. Вторая волна ожидается в середине августа. Она будет менее интенсивной. Специалисты напоминают, что детям до 14 лет иммуноглобулин вводят бесплатно в Барнауле в травмпункте 9-й детской поликлиники. При присасывании клеща необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью. По данным лабораторных исследований, 15% клещей энцефалитные. 13 заболели, 2 ребенка поступают в стационарах на сегодняшний день. В стационарах края находится 11 человек. Но с тяжелыми формами заболевания больных не зарегистрировано. И с летальным исходом пока тоже не зарегистрировано. О том, как будет развиваться спорт и физическая культура в Барнауле в ближайшие три года, говорили сегодня в мэрии. Соответствующую программу рассмотрели власти с участием общественности. В администрации города заявляют, что намерены в дальнейшем создавать условия для укрепления здоровья населения путем развития спортивной инфраструктуры. А также приобщать горожан всех возрастов к регулярным занятиям физкультурой. В связи с этим в программе запланировано строительство спортивных сооружений, особое внимание о работе дворовых площадок, привлечению горожан к участию в массовых спортивных мероприятиях. Впервые будет учреждена городская поддержка успешных спортсменов, социально значимых проектов в этой сфере и многое другое. Один из главных приоритетов работы городской власти – это, конечно же, создание условий для того, чтобы каждый житель города Барнаула имел возможность заниматься физической культурой и спортом, но и чтобы барнаульские спортсмены добивались более высоких результатов на соревнованиях различных уровней. В эти дни завершается заезд барнаульских школьников в загородные лагеря. Начался второй летний оздоровительный сезон. В июле будет работать 13 лагерей, 7 из них муниципальных. В них отдохнет и наберется сил перед учебным годом более 3,5 тысяч юных горожан. Везде для ребят подготовили программу, учитывая все направления воспитательной деятельности и оздоровления. Напомним, в первом сезоне в загородных лагерях отдохнули более 1200 детей. Еще примерно столько же стали участниками профильных смен. Также во время летних каникул работали пришкольные лагеря, организовано временное трудоустройство школьников. В середине лета самое время собирать урожай ягодных культур. Малины, крыжовника, земляники. Но многие садоводы-любители бьют тревогу. Ягоды нынче не то, что на варенье или продажу, а даже на еду не всегда хватает. Какова ситуация на рынке садовых ягод? В чем причина невысокого урожая? Узнавал Илья Кочетков. Юрий – один из немногих уличных торговцев ягоды, которым есть что предложить. Продает остатки жимолости – одно из немногих культур, которая дала хоть какой-то, но урожай. А в целом ягоды маловато, по мнению многих, меньше, чем в прошлом году. Цены – в среднем около 180-200 рублей за литр. Специалисты подтверждают, этот год для многих культур выдался сложным. Надежда Назарюк, работник института Лисовенко, показывает на примере малины, в чем основная причина. Вот вы видите ветки малины, полностью много ягод. Но эти растения, возможно, были укрыты снегом. А вот рядом ветка, полусухая, наполовину сухая, это подмерзание зимнее. И многие садоводы-любители в этом году говорят, что у них подмерзла малина. Главная беда – переизбыток воды прошлым летом. Затем была неустойчивая зима, когда выпавший былоснег растаял, обнажив почву и открыв растения морозом. В результате они сначала не успели подготовиться к зиме, а затем подмерзли. Это хорошо видно по вишне и землянике, почерневшие и неправильной формы клубнички. Это не вредители, как думают многие, а именно следы заморозков. Хотя некоторые виды показали, напротив, неплохие результаты – отдельные сорта вишни и крыжовник. Но в целом урожай, говорят специалисты, зависит не только от погоды, но и от человека. Важно выбирать правильное место для посадок. Если это земляника, там, где больше снега, смородина, крыжовник. А если облепиха, то сажать, где поменьше снега или яблоня. Потому что это культура облепиха такая, что кусты ломаются. И где побольше солнышка. На более высоких местах, чтобы проветривалось. Если в низинах, конечно, будет плохо. Там весной скапливается холодный воздух. Кроме того, плохие результаты в любом случае дают старые растения. Многие стоит обновлять раз в 4-5 лет. За исключением, конечно, вишни и облепихи. Последняя, кстати, в этом году порадовала. Она традиционно более устойчива к морозам. Так что, если вишневое варенье и компот явно будут в этом году дефицитом, то у облепихи есть шанс стать главной ягодой урожая 2014. Илья Кочетков, Николай Шилко, информационный канал «Город». Хорошие новости пришли к нам из Барнаульского зоопарка. На днях там родился олененок. Сейчас малыш чувствует себя хорошо. Он под постоянным присмотром не только сотрудников, но и всей его большой семьи. Маргарита Белова и Александр Антропов навестили маленького Бэмби. Наша съемочная группа первый раз спешила на день рождения к маленькому Бэмби. И как воспитанные молодые люди, мы решили приготовить олененку подарок. Вот только что ему подарить. Торт из свежего сена или пакет корма. Наш пыл остановил Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка. Он рассказал, что пока олененку необходимо только молоко мамы. «Хорошее радостное событие, показатель того, что животным в зоопарке комфортно. Когда животное приносит потомство, это говорит о том, что все у них нормально, все у них хорошо». Олененку всего лишь два дня от роду. И пока он не очень уверенно стоит на своих длинных ножках, но упорно следует за взрослыми. Кстати, это первый олененок-мальчик, который родился в зоопарке. До этого рождались одни девочки. За Бэмби пристально следит его большая семья. Особенно волнуется папа Алексей. Имя малышу пока не дают. Через два-три месяца его уже окрепшего и повзрослевшего отдадут в другой зоопарк. Так что времени полюбоваться маленьким крохой осталось немного. Маргарита Белова, Александр Антропов, информационный канал «Город». В одном из барнаульских музеев появился экспонат, которым более сотни лет назад пользовался полковник, лично знакомый с Николаем Вторым. Что это за уникальная вещь и как появилась в краевой столице, расскажет Елена Кузовкина в обзоре событий культуры. В барнаульском музее «Мир времени» на днях появился новый, без преувеличения, уникальный экспонат. Безвозмездно его передала в дар последняя представительница старинного баронского рода, которому уже более 700 лет, Наталья Притвиц, внучка полковника, который был лично знаком с императором Николаем Вторым. К нашему огромному сожалению, с единственной обладательницей звучной фамилии в России мы не встретились, поскольку ее визит не был официально заявлен, скромно, без пафоса и особого внимания к своей персоне. Зато отныне в Музее «Мир времени» есть письменный набор, которым более сотни лет назад пользовался полковник Притвиц. Она была рада, что она внесла свою левту именно как подарком, что не пришлось приобретать эту вещь, а именно просто ее подарила. И сказала, что хотелось бы, чтобы в России помнили о том, что была такая фамилия Притвиц. И вновь в Барнауле будут выбирать мисс Барнаула в день рождения краевой столицы 28 августа. Организаторы планируют отобрать для конкурса 16 девчонок. Говорят, модельная внешность и параметры не главное, но судя по фотографиям претенденток, сами участницы так не считают. И у многих буквально на лице написано «Я модель, да еще какая». В данные минуты проходит кастинг. Мы планируем в ближайшее время познакомиться с конкурсантками во время мастер-классов и своим взглядом оценить их шансы. Скажем лишь, что победительница будет представлять с Барнаулы наш край на конкурсе «Мисс Россия» и «Жемчужина Сибири». Мы вот в этом году решили покреативничать, поэтому девушки у нас будут выставлены в достаточно тяжелые условия. Во-первых, одна известная в видеостудии будет снимать художественный фильм, где они будут участвовать в роли актрис. Не просто отвечать интервью или какие-то вопросы, что-то говорить. Они будут играть. То есть мы проверим их актерские способности. Во-вторых, на конкурс интервью у нас будет большая интрига, где они совершенно не будут ожидать, в каких амплуа им предстоит выступить в этом конкурсе непосредственно в финале. Напоследок картины, глядя на которые, так и хочется вернуться в детство. Сегодня в век современных технологий даже не верится, что дети могут проводить лето вот так. Гуляй по пляжу, строя песочные замки. Нежные, светлые картины американского художника Стива Хэнкса рассказывают нам о беззаботных моментах детства. О том, что значит по-настоящему наслаждаться каждой минутой лета и просто быть счастливым. Эх, куда уходит детство? Елена Кузовкина, информационный канал «Город». Черный и белый, горький и сладкий, с орехами, изюмом и даже пузырьками воздуха. Он разный и в то же время один такой. Сегодня во всем мире отмечается необычный праздник – Международный день шоколада. В его честь по всему миру проходят специальные фестивали и конкурсы. Древние ацтеки называли его «пищей богов», а завоевавшие Америку испанцы окрестили его «черным золотом». Долгое время шоколадом могли наслаждаться лишь богатые аристократы. И лишь с началом 20 века он стал доступен почти всем жителям планеты. А за что барнаульцы любят шоколад? С этим вопросом мы вышли на улицы нашего города. Я люблю шоколад за то, что он сладкий и вкусный, от него повышается настроение. Любим шоколад за то, что он дает хорошее настроение, помогает при экзаменах и тому подобное. И вообще весело становится. Очень нравится, поднимает настроение, очень повышает. Повышает уровень серотонина в голове и помогает девушкам беременным для того, чтобы смириться. Я просто не люблю сладкое. И такие вот вещи позволяют себе очень редко. Вот и все. Отношусь к нему позитивно. Иногда даже употребляю, честно. Горький шоколад люблю, если честно. Ну, хорошо влияет на мозг. Думается хорошо от него. Любим, конечно. Нас мама им кормит. Поэтому любим. Гостем Татьяны Голубевой в ближайшую субботу будет Валерий Киселев, профессор медицинского университета, член-корреспондент Российской Академии Наук. Обсудят важные и интересные события уходящей недели. Не забудьте в 19.30 на ТНТ. А сейчас о мероприятиях выходных в нашей традиционной пятничной рубрике. О том, что, где, когда и во сколько, расскажет Лариса Куренкова. Высокие отношения клиентов и агентств поможет разобрать барнаульцам эксперт в этой области на конкретных примерах. Он расскажет о вечной битве противостояний между желанием клиента и умением агентства реализовать самые смелые желания. А также предлагается обсудить, как пиарить все, что движется. Еще одна встреча, на этот раз с астрологом, пройдет в эти выходные. Он расскажет о мифах и правде про астрологию. Это одно из древнейших знаний человечества, которое многократно подвергалось гонениям. Так что же это такое? Суеверие или вполне признанная вещь? Еще из разряда космического барнаульский планетарий приглашает на полнокупольную программу черные дыры. Они притаялись в космосе. Невидимые пустоты с энергией в миллионы солнца. Они могут поглотить звезды. Из их объятий не сможет вырваться ничто. Существует ли опасность для земли? Об этом и не только расскажут зрителям от 16 лет. О некоторых парковых мероприятиях. Мастер-класс творческой полянки «Страна чудес» состоится в Бурнаульской крепости. На этот раз горожан научат делать аквагрим. В солнечном ветре солнечная кухня. Веселые повара собирают большую компанию, чтобы приготовить свое фирменное блюдо. Настоящее хорошее настроение. Юные поварята будут соревноваться, играть и веселиться. Вход свободный. В эти выходные голосование за работы, присланный на конкурс «Я и моя собака», завершается. Победители фотоконкурса будут награждены сертификатами на профессиональную фотосессию со своим четвероногим питомцем. А с лучшими фотографиями выпустят магнитики для благотворительной ярмарки, которая пройдет 20 июля на док-шоу. Второй день агрофорума «День поля» также выдался жарким. Как спастись от зноя, знает Барнаульский пивоваренный завод. Его сотрудники готовы угостить всех желающих безалкогольными напитками. Барнаульскому пивзаводу близка аграрная тема. Там самостоятельно перерабатывают зерно и изготавливают на его основе натуральные безалкогольные напитки. Безалкогольное пиво «Бессерноль» производится на собственной пивоварне по традиционным технологиям. Пейте охлажденным. Особо голодным завод предлагает также закуски собственного производства. А сластенам придется кстати знакомый с детства лимонад или грушевый в стекле. Единящий вкус мяты и лайма не оставит сомнений, что и на Алтае умеют готовить настоящий кубинский мохито. В жаркий день все равно люди устают, приходят нам, веселятся, радуются. И различные акции и дегустации наших продуктов, таких как чай, квас, водичка. Транслируем идею натуральности, так как мы этого не скрываем, это наше основное преимущество. Продукцию барнаульского разлива пьет вся Россия. От Москвы до Дальнего Востока. Прогноз погоды от Александра Люцигера, начальника Краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сразу после новостей спорта. А пока сообщим, что финал турнира «Кожаный мяч» Кубок Кока-Кола для команд Сибири пройдет в Барнауле 19 июля на стадионе Алексея Смертина. Встретятся 12 сильнейших футбольных школ и дворовых клубов. Победители отправятся в Екатеринбург, а потом и в Москву. Турнир будет проходить в Барнауле с 13 по 19 июля. Тему спорта продолжит Юрий Борлис. Ежегодная встреча команды «Динамо» с начальством состоялась под взором единственной телекамеры нашей программы. Начальник Алтайского управления ФСБ Андрей Муравьев поставил коллективу задачу на новый сезон. Первый после выступления «Динамо» в любительской лиге. «Нам надо ставить перед собой цель, занять место в тройке сильнейших, для того, чтобы показать и себе, но и, главное, болельщикам, что футболисты на поле решают эти задачи, которые ставятся перед ними». «В составе команды 20 человек. Основной костяк команды – это наши воспитанники, воспитанники из «Дюшор» «Динамо», воспитанники алтайского футбола. Есть несколько ребят, которые мы пригласили на проблемные позиции». «Можно просить и поражения, но самое главное – видеть упорство, борьбу на поле, вот то, чтобы зрители поверили вам, вернулись на трибуны. Ну а спорт, вы сами понимаете, не только, так сказать, социальная тема. Эта тема гораздо шире. Это здоровье нации, это настроение». От имени игроков высказался нападающий Владимир Завьялов, пообещав не провести ни одного матча с безразличием. Заместителю губернатора «Динамо» подарило в честь дня рождения футболку с номером 12. Столько же минут длилась и сама встреча с руководством. «Эдуард Круг, Сибирь-2 Новосибирск». Через несколько часов команда села в том же виде на обновленном стадионе. Встреча с болельщиками. К сожалению, верит в успех футболистов сейчас примерно столько человек, сколько вы видите на трибуне. «Самая главная наша задача на этот сезон, чтобы вы приходили на наши игры с огромным желанием и удовольствием и уходили с таким же желанием и удовольствием посетить снова и с хорошим настроением. Вот это наш приоритет. Для этого две составляющие мы для себя. Это результат, который мы будем достигать турнирный и та игра, которую мы постараемся демонстрировать для вас». Первые домашние матчи чемпионата «Динамо» проведет 10 и 13 августа. Это еще через месяц. А вот в это воскресенье выезжает на кубковую игру в Новокузнецк. За «Металлург» выступает столько бывших наших, что этот факт должен вызвать определенный ажиотаж у болельщиков. В умеренной степени, но все же. Юрий Борлис, Александр Антропов, Николай Шелко. Информационный канал «Город». Добрый вечер. В студии Александр Рюцегер с прогнозом погоды на предстоящие выходные и начало следующей недели. Средняя температура первой декады июля в Барнауле составила плюс 21 градус, что на 5 градусов выше нормы. Такая аномально жаркая погода сохранится и на выходные. В Барнауле в субботу переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный слабый, температура плюс 20-22, днем до 34-36 градусов. В конце дня возможен ливневой дождь с грозой и шквалистым усилением ветра. В ночь на воскресенье дождь прекратится, ветер западный, умеренный, температура плюс 20-22 градуса. Днем переменная облачность. Во второй половине дня с прохождением холодного фронта ожидается сильный ливневой дождь, локально с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Воздух прогреется до 31-33 градусов. В первой половине следующей недели заток прохладного воздуха принесет спад жары, дождливую грозовую погоду. В понедельник переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град, ветер западный, умеренный, при грозах сильный, порывистый. Температура ночью плюс 19-21, днем 25-27 градусов. Во вторник ночью преимущественно без осадков, ветер восточный, слабый, температура плюс 13-15 градусов. Днем переменная облачность. Во второй половине дня возможен сильный ливневой дождь с грозой и сохранится вероятность выпадения града. Ветер северо-восточный, умеренный, при грозе сильный, порывистый, воздух прогреется до плюс 21-23 градусов. В среду, ночью и днем переменная облачность, временами дождь, возможно гроза, ветер западный, умеренный, при грозе порывистый. Температура ночью плюс 11-13, днем 18-20 градусов. Во второй половине недели Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона, установится малооблачная без осадков погода, с постепенным повышением температур, который к следующим выходным в дневные часы опять приблизится к 30-ти градусной отметке. Жаркое сибирское лето продолжается. Хороших всем выходных и до встречи в следующую пятницу.